Открывать миру свои таланты и умения, приносить людям радость и хорошее настроение, делиться знаниями и информацией. Казахстанская Медиа Академия представляет. Ежедневные истории о том, как обаятельные и харизматичные становятся медийными. Присоединяйся! Всем привет! С вами Полина Льдокова и Казахстанская Медиа Академия. Как говорится, цыплят по осени считают. А мы, студенты Казахстанской Медиа Академии, теперь все время считаем биты. Ведь каждая история — это 15 битов. И у каждой истории должна быть четкая структура и порядок. Именно этому нас учит Гульбахор Хасанова. Мы здесь, в Медиа Академии, говорим о том, чтобы стать медийной личностью. То есть не быть планктоном журналистка «Серая масса», которая просто скопировала, вставила, отправила куда-то информацию. А именно с точки зрения вашей медийной яркости. Гульбахор Хасанова — актор и ведущая тренингов по личностному росту и ораторскому мастерству. Ведущая русского радио, продюсер Казахстанской Медиа Академии. Вы в открывающей сцене можете уже подарить какую-то затравку, какое-то предощущение, либо вашей темы. Формулирование темы — это мы говорим просто. Открывашка, она состоит. Первое. Приветствия. Как вы поздороваетесь? Мы уже проходили, поэтому буду спрашивать. Как вы поздороваетесь? Это то, как вы располагаете относиться к вам у аудитории. Если вы говорите всем привет, то вы открыты тому, что кто-то подойдет к вам, даже незнакомый человек. О, привет, Айка! Классно было? Да даже незнакомый. Или Платонов говорит. В эфире «Слуги народа». Здравствуйте. И вы же такие думаете, оздороваться с ним или мимо пройти? Мысль, шутка, цитата, поговорка, объявление темы. Или мысль, или шутка, или цитата, или поговорка, или вопрос. И объявление темы. С вами Аян Карим. И у всего в нашей жизни есть смысл, грубо говоря. Потом идет какая-то мысль. Задумывались ли вы об этом-то, о том-то? Или как вопрос можно задавать. Как написать интересный сценарий? Или какую-нибудь цитату. Без труда не выловишь рыбки из пруда. И объявляешь тему. Мы находимся в Казахстанской медиа-академии на уроке мастерства редактора. У тебя уже идет эта открывашка. Или ты приветствуешь гостей с вами Аяна Карим. Все в нашей жизни имеет свой смысл. Потом идет какая-нибудь шутка или какая-нибудь цитата. После этого ты объявляешь тему свою. Вы смотрите программу объявления темы. Название программы. Представляетесь, называете свой девиз. Объявляете тему через шутку, цитату или вопрос. Называете программу, вы смотрите искусство интервью и представляете гостя. Объявление темы – это ваша тема. Как питаться вкусно и полезно, если вы будете говорить о еде. Как недорого и красиво отдохнуть в Европе. Об этом мы поговорим с певцом Беркутом, который только что вернулся из Мадриды. Позже, мои знакомые с вами на Дневнике Казахстанской медиа-академии. Яна Руэрт, улыбайтесь, жизнь одна и прекрасна. Говорят, что в жизни ничего нельзя никогда добиться без денег. Так же это мы сегодня знаем. У нас в гостях сегодня известный бизнесмен, блогер, меценат. Та-да-да-да, Харас Кутерберген. Хорошо. Ну, тогда вот название программы ты поставила вверх. Лучше сюда, вы смотрите искусство интервью. Сначала здороваешься, представляешься сама. Потом показываешь свой мегамозг в этой части. И когда потом уже представляешь программу искусство интервью, и представляешь гостя, зрители вместе с вами могли войти в этот процесс размышления вместе с вашим героем и тоже что-то повзбешивать и понаблюдать за ходом вашей мысли. И мы автоматом просто копируем. Мы когда смотрим фильмы, когда включается сопереживание героя, когда уму нужно сделать выбор. И вот это вот размышление и есть этот процесс. То есть, когда мы думаем, пойдет ли он туда, пойдет ли он сюда, будет ли он спасать Констанцию, влюбится ли он в этого героя, протянет ли он другую помощь своему другу, или это вообще не друг ему. Да, мы... И вот это вот размышление тоже включается. Но зрители понимают, что вы человек нейтральный, и более того, по какому-то вопросу вы антагонист или протагонист. Например, вы за то, чтобы у вас дома были домашние животные, а он их не приемлет. Вот здесь после приколов-развлечениях, может быть, в приколах-развлечениях вы будете придумывать имена к котятам, или не знаю, там, может быть, и мяукать, да, или что-нибудь делать. А в поворотной точке вы зададите ему вопрос, про типа, а теперь у вас есть аллергия на животных? Или что-нибудь? Вот что-то связанное с... Чтобы он изменил свою точку зрения. Или, наоборот, ты против домашних животных. Может быть, ты считаешь, что место животных в зоопарке и в джунглях, а в город не надо. Тогда ты его на свою попытаешься. То есть, либо твое мнение меняется, либо меняется мнение у твоего оппонента, либо меняется мнение вообще у аудитории. Ирина Ажмухамедова умная, красивая, тонкая. На первый взгляд ранимая, на второй очень даже требовательная. С ней не забалуешь, вмиг науку актерскую постигнешь. Ирина Ажмухамедова, актриса кино, преподаватель авторского курса актерского мастерства Казахстанской медиа-академии. Из чего, в принципе, состоит актерское мастерство? С одной стороны, у нас есть некоторые сложности с тем, что наш курс не предполагает прямо какой-то актерской игры. Я хотела просто узнать ваше мнение. Из чего, в принципе, оно состоит? Вот вы выходите на сцену. Что конкретно требуется актеру? В первую очередь, передать те же эмоции, чувства, то, что переживает актер. Ему нужно передать все эмоции, которые он должен максимально выложиться, показать зрителю то, что испытывает, допустим, тот же самый актер. Если говорить про технические составляющие, то нужно знать текст. Нужно уметь играть, допустим, в паре, в команде, в коллективе. Нужно выполнять кучу определенных действий, жестов, необходимых и так далее. Держать в голове реплики, координацию текста, движения, работы в игре. Репетиция должна быть, наверное, до этого, отрепетированность. Говорят же, нельзя же, например, прочитать текст и прийти неподготовленным. Это, прежде всего, колоссальное внимание, очень сильное внимание. То есть, потому что очень много существует помех во время игры. То есть, идеально тихий зал или идеальная запись на камеру – это вообще из области фантастики, такого практически не бывает. Это воображение, да? То есть, насколько сильно работает воображение, насколько сильно мы можем включиться в ситуацию и, соответственно, импровизировать или вспоминать то, что мы делаем в жизни, и то же самое вспоминать делать на сцене. Есть такое понятие «память физических действий». Его двояко рассматривают. С одной стороны, память физических действий – это то, как мы вспоминаем, как это мы делали в жизни, не имея чего-то на сцене. Ну, например, все вот сейчас представьте лимон. Мы его берем нож и разрезаем. Кто как режет, представляет себе. То есть, с одной стороны, это и воображение, но это память физических действий. Если вы никогда не резали ремонт, вы не представляете себе, как это делать. С другой стороны, память физических действий предполагает работу перед камерой. Работа перед камерой, как правило, требует многократности дублей. И вот этот повтор – это вот та самая засада, которую выдаёт непрофессионала. То есть, как бы вы не были включены эмоционально и энергетически, как бы творчески вас не понесло, вы должны вспомнить, что вы делали. Вот это даже прописано у Станиславского, когда ты просто что-то пытаешься скрыть, убрать, не показать, и тогда наоборот вдруг что-то начинает происходить. Давайте попробуем. Значит, такая скульптура у нас будет. Кто-то приходит, затевает какую-то скульптуру. Второй продолжает, третий тоже. Потом первый отомрёт. Я помогу, я первый раз буду диктовать. Смотрит, что он затеял. И делает окончательный вариант. То есть, это пластические скульптурные композиции, которые потребуют всё равно включения ваших тел. Вот я хочу, чтобы немножечко, не стесняясь, потому что всё равно компашка у вас неродственная, ломали свои стеснения и пробовали что-то делать. Так, Агерин продолжает, пристраивается. Свою или... Вы продолжаете её скульптуру, так как вам это кажется возможным. Это композиция. Третий тогда продолжает. А, Полин, можете? Так, теперь, Маржан, отмираешь. Иди сюда ко мне. Садись ко мне сюда сюда. Быстрее, 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 быстрее. Не пищи, потому что девочкам трудно стоять. Вот это ты затеяла. Вот они на тебя посмотрели и вот такое вдруг родили. Как ты думаешь, чем это можно завершить? Вот давай, теперь пристраивайся, и это будет окончательный вариант. Идёмте по-моему. Я не доставаюсь? Да. Уже завершить скульптуру. Так, как мы можем это назвать с вами? Как вы думаете? Что это? На что это похоже? Так. Сильпо, да, дискотека. Так, оживая дискотека. Ну, неплохо, неплохо. Молодцы. Парень, на что похоже? Ну, на замерзший, опять же, в каком-то клубе действия. Нет, если всё-таки не клуб. То есть они незнакомые. Нет, если всё-таки не клуб. Ну, например... Локат призывай. Экспонаты, да, да. Экспонаты, давай щас еще продай экспонаты. Или как будто комплимент делать, а я кирилю такая. Может быть, какой-нибудь модельный дом? Реклама модельного дома? Скорее да, чем нет. Скорее да. Давайте так, когда оживают модели в престижном модельном доме. Начали! Ну, у тебя, да, чувствовательность у своих моделей мог бы, конечно, просто подать. Да, чуть больше информации, связанных с ощущением именно партнеров. Не знаю, как мои друзья-медиа-академики, но я с каждым днём всё больше убеждаюсь, насколько разнообразен и огромен мир радио и телевидения. Сколько в нём много профессий важных, нужных и интересных. Присоединяйтесь к нам. Стать медийной личностью никогда не поздно. С вами была Полина Льдокова и Казахстанская медиа-академия. Удачи! Вы симпатичны, талантливы и харизматичны? Мечтаете освоить навыки ведущего и блистать на телеэкранах? Казахстанская медиа-академия приглашает вас в старшую группу курсов «Ведущий интервьюер» и «Ведущий прогноза погоды». Приглашаются желающие старше 25 лет. В программе обучения, уроки по технике речи, ораторское и актёрское мастерство, работа над экранным образом, развитие навыков общения перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звёздами. И, конечно, настоящие съёмки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Запись на кастинг по телефону в Алматы 317-19-86.